МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире информационная программа Пульс Города в студии Екатерина Иванова. Здравствуйте. Смотрите сегодня в нашем выпуске. Тарифы на коммуналку в Кандалакше предлагают задрать до 18%. Депутаты пока против. Рассмотрели бюджет, назначили главу администрации. Состоялось заседание районного совета. О тарифах на коммуналку говорили сегодня на заседании городского совета. Вниманию народных избранников было представлено предложение Комитета по тарифному регулированию Мурманской области. Суть инициативы увеличить максимальный предел размера платы за услуги ЖКХ на более чем 18%. Такой параметр, по мнению регионального ведомства, является экономически обоснованным для нашего муниципалитета. Ежегодно постановлением российского правительства. Отдельно для каждого субъекта страны. Для Мурманской области он, например, установлен на уровне 4,8%. Выше этой планки тарифы поднимать нельзя. За исключением тех случаев, когда предельные индексы согласованы с представителями местных советов. Есть у нас история, как я уже сказала, исторически задержанных тарифов. Это тарифы по объектам, в 90% случаев это тарифы по объектам Министерства обороны, где, грубо говоря, раньше они никогда не рассчитывались, не имели экономического обоснования, а просто назначались. Сейчас изменилось законодательство, все строго, есть свой закон, есть свои правила регулирования, тарифы должны рассчитываться. Не иметь экономическую обоснованность. И вот получается такая ситуация, когда себестоимость производства тепловой энергии или воды гораздо выше, чем установленные тарифы. Но поднять эти тарифы мы не можем, вот именно из-за предельного, из-за наличия ограничений федеральных в виде предельного индекса. В первую очередь считают в комитете по тарифному регулированию необходимо установить предельный индекс на уровне 18,3% для тех населенных пунктов, где располагаются объекты, ранее принадлежавшие Министерству обороны и другим ведомствам. Выходим мы по нескольким, скажем так, населенным пунктам. Части тепловой энергии – это по Белому морю, микрорайонам лесозавод, ЖД-станции Пинозера, населенным пунктам Часавин 1,2. Значит, по воде мы предлагаем увеличить тарифы в Кандалакше, Лувинге и Ницком на 5%, в Белом море, также Луб-Часавина, Пинозера и Нива-3. Ну, по водоотведению соответственно. При этом, как подчеркнула Елена Стукова, тариф на тепловую энергию для жителей Кандалакше и села Лувинга останется прежним. Все дело в том, что их уровень и так достаточно высокий. Но даже такая поправка не повод принимать скоропалительных решений. Депутаты городского совета намерены детально изучить все предложения комитета по тарифному регулированию. Ну, а на то, чтобы определиться с позицией, народным избранникам потребуется 10 дней. Насыщенным выдался сегодняшний день и для депутатов районного совета в ходе очередной сессии было рассмотрено более 20 вопросов о передаче полномочий, назначении главы администрации и бюджете на будущий 2019 год. Конец года, время принимать бюджет. Параметры главного финансового документа на 2019 год сегодня рассмотрели депутаты в первом чтении. Доходная часть бюджета Кандалакшского района на будущий год составляет 2 миллиарда 15 миллионов 272 тысячи 300 рублей. Расходная 2 миллиарда 56 миллионов 959 тысяч 900 рублей. Далее коротко расскажем о других заметных событиях. Строительство моста в селе Ковица будет завершено летом будущего года. Такую информацию распространила сегодня пресс-служба городской администрации. Как уточняется, в настоящее время возведение автомобильно-дорожной переправы приостановлено. Связано это не только с погодными условиями, но и с тем, что подрядные организации ООО «Магнит», которая работает на объекте, необходимо устранить выявленные в процессе обследования недостатки. В Кандалакшском районе автомобиль вылетел с трассы в реку. О ДТП, произошедшем на дороге в сторону Ала-Курти, сообщают пользователи социальных сетей. Сегодня в паблике Мурманск ДТП ЧП ВКонтакте опубликовано видео, на котором видно, что легковой автомобиль, вылетевший с дороги, перевернулся и частично погрузившись в воду, лежит на берегу реки. Машину вытягивают на проезжую часть тросами при помощи дорожной техники. В Кандалакше может увеличиться стоимость проезда в общественном транспорте. Цена за проезд вырастет с Нового года и ориентировочно на 3 рубля. То есть, если сейчас одна поездка по городу на автобусе обходится пассажиру в 28 рублей, то с 1 января, скорее всего, придется выложить 31 рубль. Впрочем, пока окончательное решение по данному вопросу не принято. 19 декабря в Никольской часовне села Колвица состоится богослужение и молебен. Дата проведения обрядов выбрана не случайно. 19 декабря православные верующие отмечают День почитания святителя Николая Чудотворца. У Кандалакшан есть возможность посетить часовню до Колвицы и всех желающих доставит автобус. И это все, о чем мы успеваем вам рассказать сегодня. Далее вас ждет короткий блок коммерческой информации и прогноз погоды. А я с вами прощаюсь до завтра. Смотрите нас в 18 часов 30 минут на канале ТНТ-4. Всего вам доброго и до встречи! Субтитры сделал DimaTorzok